Цзиньжи Таутяя, Китай От совместных учений к участию Китая в маневрах Россия и Китай совместно противостоят угрозам Цзиньжи Таутяя, Китай 6 сентября 2018 года Начиная с 2005 года, Россия и Китай более 10 раз проводили совместные учения, основные темой которых была борьба с терроризмом, конвоирование судов, а также действия по обороне на море. К участию в маневрах привлекались три вида войск – сухопутные, морские и воздушные. В 2012 году страны впервые организовали учения под названием «Морское взаимодействие», которые впоследствии проводились раз в год на протяжении шести лет. От мирной миссии до Восток 2018, от совместных учений до участия Китая в российских маневрах, с каждым днем все более близкое военное сотрудничество непрерывно углубляет двустороннее взаимодоверие. Россия и Китай начинают интеграцию своих войск на море и на суше, на карте и в реальности. В сфере организации и командования была запущена специальная информационная система управления, сформирован набор нормативных документов и командных процедур, связанных с учениями. Что касается постановки боевой задачи, то здесь страны проводят не только традиционные маневры, но и совместные упражнения по контролю и захвату островов. Совместные российско-китайские учения становятся все шире, взаимодействие, все глубже и прогрессивнее. Они не направлены против третьей стороны, не затрагивают интересы других государств. Благодаря такому виду делового сотрудничества, как военные учения, РФ и КНР непрерывно сохраняют безопасность и равновесие в регионе, склоняют чашу весов в сторону мира, становясь гарантом стабильности на близлежащей территории и даже во всем мире. Так можно ли из всего вышесказанного сделать вывод о том, что во взаимном доверии двух стран наметился фазовый качественный скачок? Может ли проведение России и Китаем совместных военных учений увеличить их шанс в борьбе с разнообразными угрозами? У Дэхуэй, специалист по вопросам России, выступавший в программе «Новый обзор обороны» на ЦЦТВ, считает, что после вышеписанных маневров в этом году будут также проведены морское взаимодействие и учения по противоракетной обороне с элементами компьютерного моделирования. В последних, возможно, будут задействованы главы штабов и часть действующих войск, российские системы точечной зональной обороны, а также китайские разработки войдут в единую систему управления. В рамках морского взаимодействия уже проводились учения по поиску судов противника и борьбы с ними, а также спасательные операции. В рамках учений по противоракетной обороне уже проведена интеграция технических данных и командных каналов. Очевидно, что, хотя наши армии являются дружественными, а не союзными, и государство поддерживает партнерские отношения стратегического сотрудничества, не сформирован военно-политический альянс, уровень этих отношений сейчас очень высок. Стратегическое взаимодействие России и Китая, особенно в сфере военной безопасности, имеет глобальное значение. Будучи частью двусторонних отношений, оно может принести стабильность как в регион, так и во весь мир. Фан Бин, специалист по военным проблемам, также выступавший в программе «Новый обзор обороны» полагает, что армии России и Китая – дружественные армии, но не союзные, а стратегические отношения двух стран можно описать как партнерство без альянса. Россия и Китай не сформировали военного союза подобного НАТО, однако тут есть важное уточнение. В некоторых аспектах стратегические отношения двух стран не совпадают, но, если они обе столкнутся с угрозами или вызовами со стороны третьего государства, им придется действовать сообщая и противостоять угрозам или вызовам, стоя спина к спине. Как они будут это делать? Прежде всего, через военную мощь. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ. Продолжение следует...